Всем привет! Начинаю новый вечерний влог. Я вообще думала начинать вам завтра, наверное, записи влога этого, но как-то хочется поделиться своими свежими эмоциями. Сегодня произошло событие. Я знала, что мне тяжело будет немного. Немного тяжело мне, правда. В общем, не буду вас томить. Я продала свою машину. И слезы накатываются. Слушайте, я не знала на самом деле, что мне реально будет так тяжело с ней расставаться. То есть я как бы понимаю, что отпуская старая, ты открываешь двери для нового. Это понятно. И понятно, что машина новая и классная у меня будет не в ближайшее время. Так как продала я свою машину изначально из-за того, чтобы не растягивать этот ремонт надолго. Потому что, ну, прям вот у меня такая была цель. Мы бы его закончили, конечно, там, может быть, к концу года. Вот так, да. Но это все вот так прям экономия, ни в чем там, во всем себе отказывая, да. Потому что то-то-то-то-то надо. И многие мне даже писали с девочек, что, Селена, что ты не продашь машину, типа, в доме ремонта нету, да, зато на крутой машине езжу. Ну, в общем, я на самом деле, то есть у меня нет каких-то таких там понтов, да, в плане, что там действительно дома нет ремонта, а я зато на крутой тачке там, да. Нет, и это изначально была тоже одна из целей, чтобы машину продать. Тем более я к ней так прикипела. Она мне реально служила и верой, и правдой. Что-то Милка возмущается там. Вот. И она меня просто во всем устраивала. Она вообще у меня не ломалась. И она просто была идеальная для меня. Идеальная. Я о ней мечтала. Мне ее муж подарил. И она идеальная была для меня. Вот. Но я понимаю, что пора уже завести новую машину. И я хочу, на самом деле, новую машину. И еще круче какую-нибудь. Тоже классная. И мне интересно даже поездить на другую машине. Может быть, даже с черным салоном. Я вижу белую машину с черным салоном. Такую вижу. Почему нет? Черная тоже. Прикольно. И белую машину я давно хотела. Вот. Но это все планы на неближайшее будущее насчет машины. А там уже как карты лягут. Но главная моя цель – это закончить ремонт. И мне грустно внутри сейчас. Правда. Я не помню, чтобы я так от чего-то сильно расстраивалась. Причем я ее не потеряла, машину, да, эту она и не потеряла. Я ее продала сознательно, сама. Но у меня внутри какая-то такая печалька. Вот. Прям я грущу немножечко. На завтрак ко мне приедет мама уже на своей машине. Она мне ее отдает. Я ей сказала, что, говорю, если тебе куда-то надо, я тебя буду возить. Либо на такси. Вот. Поэтому, как бы, это не проблема. И буду ездить на маминой машине. То есть, без колес я не останусь. Это вообще... Это вообще, конечно, без колес остаться – это вообще печаль печальная. А нет. Ну, как бы, я на колесах. И, конечно же, у нас планы первым делом. Мама завтра приедет. И первым делом мы поедем покупать все для кухни. Это посудомойка, варочная панель. Все, что я вот эту стройку буду делать. Мила, что случилось? Что за крики? Играться хочешь? Внимания не хватает. Я не пойму, откуда у меня мошки летают? Вот у меня экран здесь, а у меня же сетки везде. А мошки какие-то летают тут. Как на улице, блин. Я даже такое вообще, я не поняла. Такие, знаете, офигеть. Они как-то просачиваются ко мне сюда. От того, что у меня может быть экран все время горит. Короче. Да, заказываем в гардеробную и кухню мы заказываем в одном месте. Вот. И надо замерщика уже пригласить на завтра, наверное. Сначала надо все купить, стройку эту, да? Потом замерщика пригласить. Все, пришла. Смотрите. Носок принесла. На. Иди ей носок бери. Она, когда хочет играть, серьезно приносит мне носок. Вот. Ну и, короче, даже подбадривая себя, что будет сейчас все это, это, это. У меня пока эмоции свежие. У меня пока что печалька преобладает. Прям. Что машинка моя не со мной. Вот. Ну и что, я быстро к переменам привыкаю. Сейчас будет за этими мошками гоняться. Я реально не понимаю, почему их так много. Реально много. Я штук пять вижу уже. Это ненормально. Сейчас буду решать вопрос. Вот. Ну, в общем, сегодня вечером у меня грусти. И мне прям хочется съесть шоколадку, что-нибудь вредное. Какие-нибудь вкусняшки порадовать, побаловать себя. Неожиданно, честно. Я знала, что не хочу я ее продавать особо сильно. Я к ней прикипела. Но я хочу новую машину. Но это я знаю. Но что такая грусть меня настигнет. Я вот этого не ожидала. Правда. В общем, что. Перемены грядут. Это значит, что в ближайшее время самые масштабные моменты в квартире. Самые дорогостоящие. Я сделаю. В любом случае, кухню. Даже если сейчас заказывать, она будет готовиться месяц. Кухня и прихожая. Месяц будет готовиться. Ну, во всяком случае, глобальные вещи сделаю. Все остальное останется по мелочи. И я уже хоть вздохну. А то вот этот режим эконом как-то мне вообще не по душе. Не моя эта жизнь в режиме эконом. Это только временные какие-то могут быть моменты. Вот такие дела. Так что завтра ждем маму и отправляемся покупать все. Планов много всяких. Я не знаю, хватит ли вообще мне всей суммы на вот это все. Вот. Не спрашивайте, за сколько продала машина. Не буду говорить. Я ее продала. Практически в два раза дешевле, чем мы ее покупали. Она требовала какие-то косметические моменты. Да, там, естественно, вложиться нужно было. Я этого не делала, потому что у меня ни времени нет делать все это. Ни желание. Тем более я ее продаю и делаю большую скидку. Как бы сами сделают все. Но я отдала в хорошие руки молодому человеку. Он хорошо разбирается в машинах и как бы все это сделает. Поэтому я рада, что в хорошие руки отдала. Вот такие дела. Так что завтра день. День покупок, день реализации планов. А планы какие еще, да, по поводу... Ну, кухня, гардеробная, это на первом месте. Потом дверь поменять и кондиционер. Что здесь сделать? Чтобы мама у меня оставалась ночевать. А то она сказала, не будет кондиционера, я не буду оставаться ночевать. И хочу скорее большое зеркало в ванну. Очень мне хочется. Очень мне хочется закончить туалет. Сделать инсталляцию там уже. И убрать вот это вот все. Сделать там полки наверху какие-то. Ну, чтобы как-то привести в порядок, в общем-то. Полочки сделать в ванне. Вот эти стеклянные. Ну, не стеклянные, может, пластиковые или стеклянные. Но суть важна, короче. Что-то такое. Ну, и, конечно, в детскую мне бы хотелось уже что-нибудь там тоже сделать. Как минимум кровать, на которой могут спать гости. Это я тоже хочу обязательно. В мою спальню можно полочки прикроватные, эти тумбочки. Что еще? Ну, это уже, в принципе, мелочи. Это я уже могу делать с других денег. Да, но вот глобально это с этих денег. В общем, посмотрим. Оставайтесь со мной. Привет, мои хорошие. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Слушайте, сегодня встала. На самом деле, на минуту даже забыла, что я машину продала. И такой, какой-то такой раз, пока пришла в себя, мысли раз-раз пришли, и уже пришло, что машину продала. У меня же сегодня столько планов всяких разных. В общем, мама уже пришла, мы выпили кофе, оделись, и сейчас едем. Первым делом, мы сейчас, наверное, позавтракаем где-то, блинчиков возьмем, потому что дома ничего нет готового. Уже все одеты, да? Ой, ты зайчик мой. Вот, все одеты, и мы сейчас едем. Что, мой котенок? Давай едем. Едем? Да, едем. Да, едем. Вот, и все, мы сейчас едем выбирать, вот, все это дело посудомойки, все дела. У нас там есть магазинчик, рядом поиск, рядом м-видео, вот, и, соответственно, под чутким руководством мамы мы все выберем сегодня, и что-то купим, что-то доставка там будет, как бы, или все доставка будет, посмотрим. Ну что, мои хорошенькие, вот, я на новой тачке уже. Мама. Отжала тачку у мамы. Отжала тачку, мама такая еще не может привыкнуть, что она мне отдала, я такая начинаю тут все чистить, я говорю, давай, вот это убираем, вот это девочки вообще не покупайте никогда. Больше фикс прайс. Сейчас мама говорит, ой, не трогай, не трожь говно, вонять не будет. Я говорю, нет, это надо убрать, как мне с этим вообще ужасом ездить. Вот, видите, следы какие остались, так еле это отодрали. Мы это надо мыющим помыть. Да. Или вот, может, салфетку. Денька уже вон там пристегнула, все сделала, и мама такая говорит, я говорю, так, убирай вот здесь вот это все, освобождаю мне бардачки, все дела. Она такая, типа, я не поняла, ты что, у меня совсем машина, я что, на ней вообще ездить не буду, как бы, а мне вот это надо, мне надо. Я говорю, мам, ну я же на ней ездить буду, не надо. Короче, она еще пока не отвыкла, что она мне ее дает, как бы уже, да, на неопределенный срок, между прочим. Ну, как-то, знаешь, для меня это сюрприз, если честно. Ну, она все в своем блоге расскажет, все свои ощущения, что она чувствует, что она думает, как вообще вот все дела. Вот, а я здесь буду рассказывать свои ощущения, да, уже хочется что-то сделать, новые чехлы купить хочется. Нет, я желаю тебе побыстрее купить свою машину. Да, вот это желание, пожалуйста, потому что здесь, конечно, столько неудобств, она вообще какая-то вся машина механическая. Это она мне подходит. У меня все там офигенно, там легко было, тут все механикой, ручки тут, но главное, что на колесах, вот это важно. Так, на, мусорку выбратишь сама. В общем, все, отправляемся в путь, много дел всяких разных, буду привыкать к новым реалиям. Электроника Торсон. Ну, да. Так, короче. Короче, кондиционер, вот он максимально стоит, и вот он, нажат кондиционер, вот ты его выключила, кондиционер. Ага. Просто оно дует, но... Не выключай, очень жарко. Вот. Здесь мощность, вот самая мощность сильно дует. Вот, на один можно поставить, на два. Ну, тут все понятно. Так, FM-радио здесь не работает, вот это, что мне надо настроить, мы ее такую покупали, кстати, без FM-радио. Да, радио нет. А ты говорила, какие-то две волны ловят, давай попробуем, что они там, как они ловят, сильно плохо. Надо запомнить, вот это Aux, это музыка вот от этого. Да, да. Я уже не помню, радио давно не включала. Как его включить? Это надо долго, нудно тут тыкать. Мам, ладно, потом разберемся. Ладно, поехали. А кто не пристегнут? Пристегивайся, давай. Мы вот решили поесть, потому что очень-очень нам голодно было. И здесь такой столик. И вот мы. Денька пирожок есть с картошкой, с сыром. А мы с мамой шаурму какую-то взяли напополам. Ну, довольно-таки вкусно. Черная пятница, мы зашли в вам видео. Какая колонка классная, обалденная. Так, по акции нашли, кстати, мамин любимый Бош. И она по акции. 18,990. Мне прям вот нравится и цвет, и расположение вот такая вот вроде. Так, купили вот это. А еще мне очень нравится вот это вот. Вот это вот я хочу. Я хочу 8К, 8К, охренеть, как красиво. 600 косарей, просто. Стоит телик? Ладно, дорого, короче. Вот этот неплохой, 169 уже. Кайф. А где Деня? Где же Деня? Ах, вот он ты где, мальчик-зайчик такой. Мячик отжал тут где-то. Спрятался тут. Доброго утра, мои хорошие. Ой, а я вчера вообще не помню, что я снимала, что не снимала. Я помню, что сторисы мы снимали в Инстаграм с Татьяной, и все. А я пришла домой где-то, где-то, где-то. А во сколько я пришла домой? Где-то, 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 где-то в 2 часа ночи. Вот, короче, по набережной погуляли, хорошо время провели. И что? И-и-и-и-и-и. А, сегодня мы проснулись с мамой, у нас уже грандиозные планы. Вот такой список всего, что нужно купить. И тут звонят нам наши кондиционерщики. И говорят, а сегодня вы дома? Через час мы все планы отменяем. А у них вообще до этого я звонила в кондиционер, чтобы они установили здесь. Потому что просто у нас не вывозят, естественно, охлаждение со спальни, все. И настолько такая жара, что мы закрываем все, включаем там кондиционер на полную мощь. И ждем хоть немного холодка в зал и как бы в прихожую, потому что реально очень жарко. И они звонят такие, буквально вчера, да, я им звонила? Я вчера им звонила? Да, и они такие, две недели расписано. И мама говорит, я же говорила, я говорю, блин, две недели ждать, вот эта жара, все дела. И они сегодня звонят с утра и говорят, а вы через час там дома будете. И они работают все время в паре или втроем вообще. И за час устанавливают все. Я говорю, конечно, все планы ради кондера отменим. Передвинем, да, не отменим. Вот, и короче, они уже должны сейчас прийти скоро. У них здесь как раз дела в нашем районе. И как раз они заскочат, поставят нам девятку кондиционер той же их фирмы. Потому что мне, в принципе, понравился. Нормальный кондиционер, хороший, да? Мощный. А это семерка у нас в спальне, а здесь будет еще. Я уже все убрала, видите? Ну, как убрала, да, им здесь. У нас трассы проведены, все как бы им по-быстрому в основном здесь они будут работать. Вот, а завтра... А, и потом мы поедем уже в Леруа, в Икеа, там, смотрите, занавески, мойку, зеркало, ванну. Что у нас там? Дверь, заказывают жалюзи белые смотреть на эти, да, на окна. А здесь мы вот так светленькие оставим вот эти. Мне очень нравится. Можно еще одну такую занавеску взять. Может, даже она у меня где-то есть. На двери достаточно. Если жалюзи туда повесить, тогда будет хорошо. Ну, я к тому, что чисто для красоты, больше не для функционала. Вот, а туда на все окна, да, мы будем вешать эти... На все окна. А ты посчитала, сколько их, кстати? Восемь окон. Вот там мы хотим взять рулоны. Мне одна из подписчиц, с которой мы общаемся, она, да, скинула мне у них рулоны. Она сказала, в Леруа брали. Ну, отлично, она прям на окно. Посмотрите потом. Мне интересно, сколько стоит, кстати, все это дело. Что еще по списку мама пишет? Раковина сказала? Да. Зеркало в ванну. Да, сказала. А угловой диван посмотреть надо? Ну, угловой диван мы посмотрим. Еще не будем брать, потому что нам нужно вот это продать. Ну, надо посмотреть, какой мы хотим. Ну, я примерно хочу, знаю, какой хочу. 15-20 тысяч. Визуализируют, чтобы понимать, какой мы. Ну, я знаю примерно. Мамы пусть посмотрят, визуализируют. Что еще там надо? А завтра замерчик придет, значит, надо тогда рабочий стол, чтобы он тоже померил. А завтра, это сегодня мы идем по магазинам, там все делыщи, да. А на завтра у нас вообще, на завтра у нас... Все доставки. Да, у нас завтра водичка, доставка первая. Самое простое. Потом к 11-ти часам придет замерчик кухни. Ну, то есть мы будем в одном месте делать и кухню, и гардеробную. И мама еще говорит, давай рабочий стол у них закажем. Ну, как бы мебельщики, да, если что. Потому что я два стола просто ставлю, да, а тут сделаем рабочий стол. Может даже... А из чего заказ? Потому что он будет нестандартный. А, ну, нестандартный стол, да, потому что не просто ровненькими будем здесь ставить. А у меня вот это, видите, штучка. И, скорее всего, мы... Для вот этого угла нужно будет этот угол обойти. И надо будет сделать стол, чтобы он был вот так. Да. Но вот этот угол надо будет... Ну, и чтобы он не такой широкий был, как у меня два стоят. То есть чуть поуже. Будет больше места. Чтобы по 60, у тебя сейчас получается глубина 120, а тебе 90. И ты знаешь, что бы я еще туда бы заказала? Выдвижные какие-нибудь эти... Ящички? Угу. Ну, тоже можно, да. Выдвижные. А с этой стороны можно какие-нибудь вот полочки прям сделать. Надо подумать еще. Ну, это да. Классный стол надо сделать. Возьми, чтобы... Но потом, смотри, этот стол, получается, никуда уже не поставить. То есть он такой угловой будет? Ну, ты же решила, что ты будешь сидеть именно в этом месте. Больше негде просто. Пусть он тут. Это единственная... А почему его никуда не поставишь? Там только будет небольшая вот такая вот выемка и все. Ну, и что это выемка? Если куда-то поставить в другое место, то там будет дырка. Ну, там не такая уж дырка, немножко выемка на 10. Ну, ладно, разберем все, подумаем еще. Вот. И что у нас еще? Что у нас еще? Придет замерщик, придет еще чистильщик этого котла. И привезут бытовую технику. А, и завтра еще привезут бытовую технику. Все, что мы заказали. Да. Заказала, короче, там на 120 тысяч вышло все. У нас фирмы Сименс получается варочная панель, духовой шкаф и встроенная микроволновка. Девочки, микроволновка встроена. Так дорого стоит. Так, все, пришли кондиционерщики. Просто, ну вы видели, какая опасная работа. Просто я не могу на это смотреть. О, ужас. Мам, ты не видела? Поди, посмотри, как человек работает. Просто так страшно смотреть. Смотри. Слушай, я не могу смотреть. Я тоже. Ужас. Так, тут нам потихонечку вставляют все на места. Видите, все чистенько, работает. Мусора вообще лишнего никакого нет. Все аккуратненько. Нравятся мне ребята эти. Они приходят втроем. Вот сегодня они вдвоем пришли, а так они втроем. Это семейный клан. Они очень быстро все делают, работают. Тут штробят, делают все эти трассы. И вот они нам все делали. И вот сейчас сюда делают кондиционер. Вот. А здесь мы планируем, да, с мамой сегодня смотрели. И, наверное, мы их тоже позовем. Но через месяц, когда вот это все мы уберем в наш гардероб. Все уже освободим эту комнату. И перед тем, как ее закладывать, ну, в смысле мебель, там все дела. Мы все-таки думаем, здесь кондиционер сделать тоже. Повесим вот туда его. И, конечно, нам опять будут штробить все это дело. Опять небольшая грязища будет, но только в одной комнате. Смотрите, мама приехала. И макарошки, и мяско, и компотик приготовила. Хоть я нормально буду есть. И она, малого бывает, еще приготовлю что-нибудь. А сама себе бутерброд съем. Так что? Ням-ням-ням-ням-ням. Это что за попрыгайчик прыгает тут? Ой, как высоко. А еще выше можешь? Выше прыгай. Вот так. Еще выше. Молодец. Вот так вот. Лимфодренаж. Давай, 150 прыжков. Тык-тык-тык. Что там жуешь? Конфету выпросил. Жует и прыгает. Это что такое? Итак, поздравьте. Маму-маму поздравьте. Она больше всего. Она больше всего мечтала об этом кондиционере. Все работает. Работает в принципе негромко на максимуме. На турбо сейчас у нас отлично, по-моему. Вообще не напрягает по звуку. Все, сейчас чуть-чуть, да, мы здесь это подметем, полики протрем. Все поставим на место. И я, наверное, не буду голову сейчас мыть, хотя хотела бы. Просто сейчас опять пожареем и будем ходить. Туда-сюда бегать и красоваться не перед кем. Ни с кем не собираюсь сегодня встречаться. Чисто по магазинам. И потом уже приду и скупаюсь как следует. Может, даже еще видос сегодня сниму потом. Вот. Поэтому не будем тратить время зря. Гульку заверну. Спасение гулька, да. И все. Так что кайф. Теперь прохлад. И теперь мама будет оставаться чаще. Вы говорили, почему мама так редко приходит. А потому что жарко ей. И она там лежит у себя под кондером, балдеет, кайфует. А мне... Ну, сегодня мы спали, кстати, вместе в спальне. Я ее положила с Денькой на кровать. А сама пришла поздненько, да, и легла на полу. Вот. А ночью, по-моему... А, нет, это мама утром встала. И я уже на кровать пересела. Я думала, ночью ко мне Денька пришел на полу. Вот. Ну, короче, нормально поспали вместе. В принципе, да. Но она любит отдельно спать. Поэтому кайфы-кайфы ей. И она будет здесь чаще. У нас много всяких планов. Короткие сроки. Вот. Ну, и, соответственно, я тоже рада, чтобы мамочка почаще была у меня в гостях. Все. Все. Надо полить цветочек. И мучим. Ну, что, моя хорошая. День второй. Я на своей новой крутой тачке. Рядом со мной контролер. Которая бзит тут все. Бзит вообще. Еще не может пока расстаться. Полностью. Я не расстаюсь полностью. Она, наверное, будет всегда тут у меня сидеть. Вот здесь вот мое детство провелось. Я вот помню вот этот переход. Вот это в школу я ходила. Вот моя школа тут слева за кустами. Остановка моя, естественно. А вот это, короче, премьера, по-моему, нет, не премьера, премьера, напротив. Короче, как-то называлось тоже вот это кафе. И я помню давно с мамой, с папой мы ходили и ели мороженое. Отчего я люблю мороженое? Пломбир с шоколадной крошкой. Здесь очень вкусное было мороженое. Его сыпали шоколадной крошкой. И у меня всегда воспоминания вот уносят меня вот сюда. Такие столики еще, знаете, железные были, кованые, белые. И стульчики кованые, белые. И вот там вот ели это очень вкусное мороженое. Сейчас кажется все таким маленьким. Я была когда маленькая, мне казалось все большим. А сейчас я как будто гигант. Такое все маленькое. Этот переходик оказывается такой маленький. Прикольно. Что бабуля? Внука везет? Бабуля сегодня притча какая-то. Я хочу судить, и голову мыла, и укладывалась, и укладывалась. Что значит не своим феном, не своей расческой? И вот так. Все торчит. Так, а плюсы найди в этом, во всем. У меня сплит. Та-дам! Котята-котята. А то начинается. Как камеру включили, так сразу не недовольство. Позитив. Стена позитивчик. Ищем только плюсы. Такой мега-тренинг. Так. Ладненько. Мы дверь сейчас уже взяли. Она, кстати, последняя здесь была. Он говорит, что если она целая, все нормально. Вам, короче, отзвонятся. Сейчас мы будем выбирать ванну зеркала. Посмотрим, что здесь в Леруа. Я к зеркалу вообще очень тщательно сейчас буду подходить. Хочу красивое, большое, шикарное зеркало. Вот. С полочками. И потом еще жалюзи просто смотреть. Дэня просто истерику закатил. Говорит, хочу выйти из этой тележки. Вышел и побежал к унитазику вот кнопочки нажимать и крышечку закрывать. Вот такую потом хочу сделать. Ну, сначала мы самые главные вещи сделаем. Как бы это потом уже оставим на потом туалетик. Я его хочу до ума довести, конечно. Все, пойдем, Дэнчик. Все, пошли. Хватит. С унитазиками тут баловаться. Коврочи в Леруа я не вижу. Тут и подсветка есть. Ну, здесь получается вот как бы это да, а я бы хотела открывать. Это мало. Сколько косметики и всего. Это мало. Ну, у тебя же она еще и в тумбочке. Тут ширина даже вступает. А у нас сколько? У нас 120 целых. Где-то будет постоянно здесь все наставлено. Это я знаю сегодня. Поэтому хочется, чтобы открывалось. Ну, шкафчик какой-то я бы такой хотела. Лям, весь такой в тему, да? Короче, надо еще поискать. Искали, искали. И мама говорит. Как должно быть, говорит, подсветка, все дела. И тут вдруг я встречаю. Ну, оно, наверное, вот 21 тысячу будет стоить, да? Цена за комплект. А в комплект что входит? Тумба под раковину. А, нет, это не надо. Шкаф зеркальный. 8 300 стоит. И вот он открывается. Туду. И еще бы сбоку мне тоже шкафчик сюда. Сколько он шириной? Ширина. Сейчас размеры все посмотрим. Дэн, давай. Яблочко, бананчик пробуй. Ну, втягивай, я вижу все. Не халтурь. Вкусно? На апельсинчик. А апельсинчик. Давай. Вкусно? Скремился-то. Господи. Все, нато я лазу. А морковку? Вот такие вот, такой высоты колодики. Дэньке нравится стульчик, да? Дэня будет залазить и скакать там. Ну, скажем, чтобы не скакал, не будет. Тебе нравится, Дэнь, вот так, да, смотри? Сел вот так, да, и телек смотришь. Вот такой низенький будем делать вот здесь, да? Ну, телевизор у нас повыше, конечно, будет. Сейчас были в Леруа, присмотрели, ну, примерно, там, 5-7 тысяч. А тут захожу в Икею, мама, глянь, хорошенькая, классная. Смотрим, 14 косарей. Ну, она реально классная. Из чего только непонятно. Одинарная мойка, 56 на 50 кварц компет. Ну, она из какого-то материала. Ну, классная, да? Материал-то хороший, но лучше, да? Ну, есть тоже прикольные, в два раза дешевле, что-то это совсем дорого. Девочки, смотрите, какие шторки красивые. Вот цвет мне нравится. Прям вот, видишь, оно между серым и молочным что-то. Вот я это хочу. И цена у них, смотри. А, ну, они по 145, видишь, идут. Ну, может, у них... Но они при этом легкие, понимаешь, очень прям. Не то, что в Леруа, они прям прорезиненные какие-то. Короче. Матч Г, Г, Май Гул, 145. Но мне бы, конечно, не по 145. И еще их нужно будет подшивать 3 метра. 3 метра это очень длинные. Экспресс подшив, готов, что? А, 200 рублей, все, отлично. Я бы взяла. Только вот маленькие, то что они все такие коротенькие. Короче, посмотрим, дойдем, посмотрим, что там. Сейчас сфоткаю. Вот, девочки, рассматриваем кровать в детскую, которую я хочу. Которая, ну, здесь она уже в разобранном виде, да. В собранном тоже прекрасно вдвоем. Можно лечь там, уложить ребенка спать. И все. Но если приходят гости, она разбирается вот так. Вот эта вот кровать стоит. Сколько она стоит? Вот эта ниже. Вот эта 30 стоит. Но нам нужна белая. Вот эта стоит 20, да. Каркас кровати, кушетки с тремя ящиками. 20, 28, да, считай, стоит. Но маме не нравятся вот эти бортики. Она говорит, большие. А если ребенок подрастет и вытянется там, то все будет мешать. Говорит, ладно, еще наверху вот здесь, понимаю. А в ногах вот этой штуки не должно быть. Говорит, как-то топорно выглядит. Ей не нравится. А здесь то же самое, то есть задвигается, раздвигается. Но вот такие поменьше бортики. Я тоже вот на эту присматриваю, только я не пойму. Слушай, а эта 10 тысяч, что ли, стоит? Она 10 тысяч стоит. Эта кушетка легко превращается в до спального кровати. Для этого нужно просто выдвинуть осна. 10? То есть вот эти по 30, а эта 10? 80 на 2. А чего она так стоит дешево? Почему? А, это, наверное, весь комплект. Нет, каркас, кровати, кушетка с тремя ящиками. Тоже 80 на 20. Она дороже. Почему? Я не понимаю. Здесь даже больше в месяц в два ящика. А, подожди, может здесь доводчики? Нет. В чем дело? Или я не туда смотрю, куда? Все нормально, все так же. Девочки, смотрите, практически нашли то, что хотели. Большое зеркало с подсветочками красивыми. Вот здесь ширина 80, стоит 16 тысяч. Внутри открываешь, тоже подсветочка идет. Вот так вот. Ставишь сюда все, что хочешь, все тебе на виду, все замечать. Это 80, ширина классная, да? А вот, глядите, у нас ширина 100, еще класснее, да? Чуть-чуть повыше висит. На 500 рублей всего дороже. И здесь тоже. Ла-ла! Ставь, что хочешь. Та-та! А, здесь, кстати, смотри, перемычка есть, а здесь нет перемычки. Здесь сплошняком. Ну, потому что нужно, чтобы стекло и стеклянные пулки снимали. Да, и, кстати, недорого. Недорого, я считаю, это. С учетом того, что я видела. Мне нравится. Слушай, но все равно много этих помещается. Да, мне вот такое достаточно было бы даже. И еще сюда на 40 какой-то вставить этот красивый. Надо посмотреть ящичек. Девочки, мы, оказывается, ошиблись. Это вообще 14 999 цена. И еще по карте Фэмили вообще 13. Еще на 2000 дешевле. Да? Офигеть. Офигеть-офигеть. Мне кажется, надо брать. И сейчас еще шкафчик посмотрим сюда вбок. Я думаю, вот это вот мой размер. Мне нравится все. Сейчас еще шкафчик поищу. Мамка уже ничего не соображает. Короче, купили мы зеркало и шкафчик. Все должно вписаться просто идеально, как я мечтала. Ну что, девочки, мы закупились. Вот такие жалюзи мы классные взяли. Холодного отлива. Чтобы у нас, знаете, желтое солнце фигачит. А у нас серые вот эти вот штуки. Вроде как мама хотела. Будем смотреть, мерить. Я взяла еще несколько лишних. Даже одну лишнюю взяла. Потому что мы размеры не поймем. Мама как-то непонятненько немножко там померила. Поэтому вот так. Ну и вот зеркала и шкафчик. Денечка! Бедный ребенок хочет поиграть. Ой, кто ругается там? Иди сюда скорее! День! Скорее! Ой, мой хороший. Ну это просто... Что, кисечка? Мамочка. Что? Да, мамочка. 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 Устала жесть. Ноги болят. Кто знал, что мы будем сейчас 20 минут восьмого? Мамочка. А мы выехали. А, ну мы выехали часов два. Вот, поэтому, короче. Ну я надеюсь, блин, что зеркало меня удовлетворит. Я немножко... Я вообще хотела цельное, чтобы оно было. Ну, посмотрим потом. Я не знаю, в этом влоге удастся все снять. Потому что установка будет у нас аж через неделю. Не, не в этом влоге. По-любому в следующем. И установка дверей тоже будет не скоро. Короче, записи большие. Поэтому... Поэтому... Поэтому мы вам показали, что купили. А как я говорю, что, наверное, не в этом влоге будет все. Потому что это на 12... Сегодня шестое. Это на 12-е зеркала устанавливать. Что, смотрите, как мама нахолодила. Ох, мой. Тут вообще ледыха. Мама нахолодила так, что мне пришлось 40-градусную жару. Представляете, как одеваться. Я вышла из детской. Я говорю, мама, у тебя тут что вообще? Антарктида. Офигеть. Вот, короче, малыша уложила. И так проголодалась. Хочу кушать. Прям сейчас я себе сделаю макарошки с сосисочками. Прям помидорчик. Прям вообще еще и десертик потом. Доброе утро, мои хорошие. Утро сегодня гипернасыщенное. Самое главное, что я успела застрять в лифте. Очень интересненько. Вот. Сегодня у нас что? Пришли нам котел почистили сегодня. Его как раз в полгода надо чистить. И вот пришли, почистили все ремонтные, ремонтные работы. Закончены. Хорошо меня слышно? Не это? Он сказал, после грязной работы почистили, теперь можно раз в год. А, раз в год теперь можно. Если грязной работы. Так, опять мне звонят? Так, Татьяна звонит. Ваша любимая. Плохо. Короче говоря, все. Приходи, значит, почистили нам котел. Приходил замерщик, замерил все. Он замерил. О, боже мой. Вот здесь вот дверь еще пришла. Приехала вот такая входная дверь будет. Мы взяли широкую такую. 96 сантиметров. Там было 86, по-моему, и 96. Мы взяли широкую. Возможно, будут долбить что-то, а возможно, нет. Посмотрим. Короче, такая она вот железная здесь. А с другой стороны, она вверх ногами просто стоит. А с другой стороны, она беленькая. Видно вам? Вот. Она прям идеально по цвету подходит под наши вот эти вот двери. Только здесь полоска вертикальная. А, и тут вертикально. Что ж? Да, она вот такая же, да. То есть вообще из одной серии, мне кажется, они сделаны. Вот. Ну, короче, потом покажу. Куча замочков. Тут ручка входит еще. Классно. Так, и что еще? А, и мама освободила место для бытовой техники. И ее вот сюда поставят, и мы потом переставим ее туда, в комнату. Вот. В принципе, на сегодня все. И вода сегодня пришла еще. И еще одна посылка мне крутая пришла. Короче, сегодня день посылок, день доставок. Да, и параллельно вот я пока ходила за посылкой, я застряла в лифте. Минут 30 на это все дело потратила. И пока я сидела в лифте, ну, уже котел. Тут мама. Хорошо, мама здесь? И вот еще я сидела и думала, блин, никогда нельзя, вот особенно маленьких детей, оставлять вот так вот, да, где лифты. Оставлять и куда-то выбежать на 5 минут. Это хорошо. Вот я всегда так делаю. Я всегда закрываю двери. Когда выхожу, даже на 5 минут выскочить. На ключ закрываю двери. Вот так вот застряю где-то. И никогда ребенка не оставляю дома. Всегда он везде со мной. Вот. Потому что вот такая вот ситуация может быть непредвиденная. Я сразу там начала звонить. Говорю, мама, я застряла. Туда звоню, я застряла. Потому что больше всего там хорошо свет не потушили. Потому что в предыдущий раз, когда мы застрялись, Денька, у нас выключила свет. А здесь свет не выключила. Но страшен был тот момент, что вентиляция. Я не видела вентиляции. Там какие-то были дырочки внизу, но я не пойму. И вот эта фобия, что сейчас кислород начнет заканчиваться, все такое. Но охрана сразу пришла. Они возле меня там крутились, возле двери. У меня лифт, короче, я встала в него. Он просто закрылся, короче. И никакие кнопки не реагируют. Не открываются, не закрываются, ничего не делают. И все. И вот это же я ждала. А сейчас я хочу наконец-таки искупаться, помыть голову. Мама пока за доставку отвечает. Встречает их. И потом мы думаем с Танюшкой погулять в горизонте. Походить по магазинчикам. Просто Деньку даже выгулить. Я даже не столько хочу по магазинчикам, сколько просто в жаре. Я вышла сейчас за доставкой. Там жара 40 градусов на улице. Просто я иду такая, как в сауну зашла. Поэтому на улице гулять сейчас не варик в такое время. Это только вечерком, если куда-то на набережную съездить. А днем это только торговые центры спасения. Либо у бассейна где-то. Но у бассейна у меня просто уже нет сил. Первая половина дня просто вот такая. Вот. Поэтому это торговый центр. Ну, пойдем туда. Все. Я пошла купаться. Ой, хорошо. Искупалась. Я сейчас освежилась. Вообще прекрасно, замечательно. Сейчас посушу голос. И все-таки мы решили с мамой, что... Ты позвонила, кстати, в эту страховку? Что она сказала? Или не дозвонила? Короче, мы поедем в другую страховку. Это мне так что-то и не лежало на душе. Поэтому поедем в другую страховку. И уже мама там не отдаст машину. А я ее на такси отправлю. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас нам все доставят. И мы помчим. Ну, наконец-таки. Начало пятого. И нам потихоньку начали привозить. Значит, вот Electrolux. Это наша посудомойка. А это вытяжка. Вытяжка, кстати, у нас будет совсем встроенная. Ее вообще не будет видно. Прям совсем встроенная. Все. Это у нас Electrolux. Все. А Siemens нам сейчас принесут. Вот так вот детки мои играются. Так, ну что. Так, вот это не для этого, Дэнь, чтобы здесь сидели. Вставай. Здесь стекло. Здесь все опасненько. Так, ну все. Значит, это у нас духовка пришла. У нас в одном стиле идет духовка и микроволновка. Потому что они в колонии стоят. И варочная панель. Беленькая, красивенькая тоже. Вот. Милка, все? Отметила, пометила тут все лапами своими? Все, пойдемте отсюда, котики. Пойдемте. У меня еще иногда срабатывают рефлексы, знаете. Такая, типа, сейчас сгоняю туда. А сейчас я вообще еще без машины. Потому что мама надо вписать, чтобы она меня должна вписать в страховку. Вот. А сейчас не работают все какие-то там программы. Вот. Ну я что-то не рискую без страховки. Там мало ли что. Обычно так и бывает, блин. Ездишь, никто тебя не останавливает, и все нормально. Ну даже штраф там небольшой, ладно. А вот бывает, вот так вот выйдешь, да, и вот как назло что-нибудь случится. Авария какая-нибудь там будет. А еще и по моей вине. Ну его нахрен. Хотя у меня, по-моему, у меня один раз только за все мои 11 лет стажа была авария по моей вине. И то тогда, когда я пила таблетки, а я не посмотрела, что когда пьешь эти таблетки, нельзя садиться за руль, они рассеивают внимание. Вот. И я тогда думала, как я могла там повернуть? Я же знаю правила, я же знаю, что мне нужно пропустить. А я просто рассеянная. Вот и все. И думаю, как я так могла? Потом читаю таблетки, а там написано, что за руль нельзя садиться. Вот тебе и, пожалуйста, авария была, да? А в остальном я всегда аккуратно езжу. Я не лихую за рулем, как бы не лихачу, как там правильно. Давно спокойно езжу, как бы все контролирую. У меня проблем с этим нет. Я не цепляюсь вот так за руль, не смотрю по сторонам, не напряжена за рулем. Я как на своих двоих чувствую себя. Вот. И это. И вот куда-то хочется съездить, там это. Думаю, так, сейчас по магазинам. Потом думаю, нет. Мама со мной по магазинам не поедет. На ее машине не сядет. Это на такси. Это значит сумки с собой таскать. Думаю, нет, подожду. Потом сейчас опять сижу, такая думаю, так, надо вот туда сбегать, сгонять. Потом такая, забываю, короче, что у меня машины нет. Я еще не привыкла, что у меня нет моей машины. Вот. Ну, ничего. Как я говорю, конечно, грустно было с ней расставаться, потому что она идеально подходит по всем моим требованиям. Но я также внутри понимала, что я ничего нового не приобрету себе, пока ее не продам. Именно потому, что она устраивает меня. Но она уже вся у меня была покоцанная. Уже все ее надо было делать и вкладывать в нее деньги. В сотку точно надо было вкладывать. Поэтому я ее продала. И у человека есть и возможности, и время вкладывать в тачку. Он вот так живет. Поэтому пусть занимается. А у меня будет другая машина. Я даже не знаю, какая. Я предвкушение. Но какая-нибудь хорошая. Так что, что не делается, все к лучшему. Я это знала. И знаю. И так и будет. А сейчас я помыла голову. И, блин, сегодня не будет шоппинга. Мы собирались с Таней встретиться уже все на шоппинг. И в итоге созвонились. И что-то я уже такая думаю... Что-то как-то, ну, по-быстрому. У нас получается... Время там, может, остается час-полтора. Ну, что это за ходьба по магазинам за час-полтора на спиху все. Мы решили это перенести, может быть, на завтра. Но, опять же, ходить по магазинам, когда я не на машине. Хотя Таня будет за рулем. Но что-то я не хочу. Вот так вот. Я привыкла с ребенком, чтобы я была за рулем. Вот. Поэтому... Как-то это... Немножко переживать буду. Когда за рулем кто-то. Даже в такси, когда я езжу, я переживаю. Себе я доверяю. А все остальные водители водят по-своему как-то. Заставляют переживать. Вот. Короче, сейчас мы дома. Я сейчас хочу видео снять. На один канал и на другой канал. Вот. И уже, на самом деле, без 15.6. Я устала. У нас какой-то насыщенный прям день с мамой. И то голодные, блин, поесть быстро. Опять курьеры. В общем, целый день такой прям вообще супер-мега продуктивный был. Я уже, конечно, хочу скорее, чтобы все-все-все-все-все выстроилось. Хочется новый диван в зал. Вот эти, кстати, хочется убрать. Вот эти. Я не знаю. Я у брата спрошу. Они, видите, узенькие такие. У них как раз вот, ну, в квартире как бы места немного. Поэтому, а может быть, им подойдут такие узенькие. Если нужно, вот детскую. Может, я им предложу. Отдала бы. Вот. Ну, вообще, я думаю, я не знаю, отдать вообще кому-то, я думаю. Хотя я покупала за 20 с лишним тысяч мне делали вот эти два шкафа. А сейчас бы я уже, ну, там немножко что-то где-то подпортилось, то-сё. И сейчас бы я, мне кажется, уже отдала бы бесплатно их. Ну, кому-нибудь из своих, естественно. Если никому не надо, ну, на Авито выставила бы, я не знаю. Тысячи за три, может. Посмотрим, короче. И диван. И диваны тоже надо продать. Диван, и кресло, и столик. Они идут как комплектом. Вот. А может, пока мы это можем всё убрать в детскую. Кресло, диван, столик. А сюда купить кресло. Хотя я уже присмотрела кровать, которую я хочу. Вот я хочу её купить. Тем более цена хорошая. Короче, жду, не дождусь, когда всё это будет. Всё это будет. Ну что, мои хорошие, пришли мы с гуляночки под вечер. И в итоге никуда, короче, не пошли мы. Не поехали, да. А под вечер уже пошли, погуляли полтора часика у нас здесь во дворе. Вот. Поэтому сейчас пришли. Мама купает деньку. Я сейчас покушаю пюрешечку с сосисочками. Сейчас, не знаю, помидорчик или огурчик солёненький возьму. Не знаю. Очень хочется прям. Вот. Пойду, ложу его спать и сажусь вам монтировать видосик. Привет, мои хорошие. Подробно вот это вот с патчами. Это будет на моём втором канале. Я ссылочку оставлю на это видео. Я там делаю, показываю, какие патчи, что за патчи. Это патчи необычные, прикольные. Так. Что сегодня? Мы проснулись. Нам уже прислали проект кухни, проект, как его называют, проект гардеробной. Вот. Ну, примерно по деньгам всё так выходит, как нам надо. И сейчас мы с мамой доснимем видео. Вот я вот это доснимаю. Сейчас я ещё маску сделаю. И поедем. Поедем до конца уже выбирать цвета, фасады. Подправим кое-какие там детали в проекте. И всё, и делаем заказ. И потом уже отсчитываем месяц, ждём, когда всё это придёт разом к нам. Вот. Чё ещё? Утром проснулись сегодня прекрасненько. Не жились в кроватке. В 9 часов проснулись. Все семьёй вышли. У меня мама просыпается, она здесь тусуется. А потом мы всей оравой выходим из спальни. Милая, да и не я. Вот. Бабуля приготовила нам сегодня капусточку с сосисочками. Я обожаю безумно тушёную капусту. Вот. Ну, пока мы пьём кофе, в общем-то, просыпаемся. И когда поделаем все эти дела, всё-таки вчера мы так и не попали на шопинг. Потому что я сказала, почему, да. В итоге мы решили дома остаться. Очень насыщенно всё было. Сегодня уже нет таких больших дел. Единственное, вот это со страховкой. Вот такая вот дилемма. Я не знаю, как её вот решать. Вроде бы как не работает огромный сервис вот этот РСА. Да, как он называется? РСА? РСА перешёл на новую платформу. Типа РСА перешёл на новую платформу. И у них там какие-то функции по внесению второго человека в страховку там или третьего, или какого-то. Это не работает. Ну, я думаю, что попытка не пытка. Мы сегодня будем выезжать и заедем ещё в другую контору, чтобы не отталкиваться от одной. Мало ли в другой что-нибудь работает. Посмотрим. Ну, вообще, это очень неудобно, потому что я не хочу ехать без страховки на машине. Вот. И чё, а мама всегда со мной должна сидеть рядом, что ли? Ну, короче, вот это неудобство. Посмотрим. Скорее бы она всё решилась. Вот такие дела. Так что просыпаемся, пьём кофеёчек, отдыхаем и дальше посмотрим, что будем делать. А кто это так? Это, здравствуйте, ужас пришёл к вашему дому. Мама, что с тобой? Я робот. Я терминатор. Мы делаем маме масочку отдельным видео. Посмотрите, у неё увеличились губы. Я становлюсь красивее, красивее. У неё нос изменился. Каждую минуту. Упси, ёмы. Хо-хо-хо, мне смеяться нельзя. Нельзя смеяться всё. Я не смеюсь, не разговариваю. У меня лицо как маска. Ты разговариваешь, не разговаривай. Разговариваю не я, а мой внутренний голос. Короче, у мамы на канале посмотрите результаты. До и после будет, после этой маски. Ссылочку под видео. Ты ждёшь всех? Жду, жду, жду. Так, мы сели в машину. Мама пошла выкинуть коробки. Я знаю, для чего она пошла выкинуть коробки. А меня отправила в машину, чтобы пока я тут охладила её к маминому приходить, Вот, сейчас я просто где-то сделаю. Чтобы она села, и сразу на неё холодный ветер, думаю, охладилась тут всё. Она не переносит у меня жару. Так. Всё. Всё на максимуме. Подожди, Зая, давай бабушку подождём. Вот. Всё, сейчас едем уже. Вот эти кухни все дела. Взяла зарядку. Камера что-то разряжается. Сейчас поставлю на зарядку. Девочки, смотрите, какой выбор. Вот как вы думаете? Мне вообще легко сделать выбор при вот таком вот количестве фасадов. Поэтому сейчас я немного помучаюсь. Ура! Ура! Мы заказали кухню. Ю-ху! Блин, так сложно было с цветами, на самом деле, определиться. У нас перекрёстный блок и там, и сям. И тут привет маме, и тут привет моим девочкам. Все привет. Вот. Очень сложно было выбирать, правда. И просто чтобы два раза не повторять, вы понимаете. Ну да. Ладно, с фасадами мы определились. Мы всё-таки заказали тач, вот эти софты, знаете, вот эти вот мягкие-мягкие. Всё-таки не удержались. Хотели обычные, но поняли, что вот эти мягкие, ну прям, да пофиг, будем намывать. Но они такие приятные. Зато столешница... А, ну и ещё одни там фасады, которые чуть-чуть отличаются. Очень красивый цвет, он текстурный такой будет. Внутренние эти шкафчики. А вот что касается столешницы и фартук, у меня были безумные сомнения, потому что там нет просто матовой столешницы. Просто матовой столешницы. Есть глянцевая. Мама сказала глянцевая. Нет! Нет! Всё на ней там, не знаю. Вот она говорит нет, нет и нет. И мы начали выбирать однотонных вообще нет. Все столешницы с какими-то рисунками, с какими-то этими. И так как мне нужно, чтобы всё спокойно было внутри, вообще там один вариант, и то он такой, не пойму, не пойму. Но вроде сейчас нафоткала, вроде красиво всё. Я вам сюда вставлю. А вы переходите ко мне и увидите, если хотите. А вы переходите ко мне, если что. Ну да. Нет, девочки, на самом деле я сама просто посмотрела, пощупала я эти поверхности и тач, и не тач, и глянцы, не глянцы. Просто я же долго живу уже, да, и я с этими разными поверхностями уже имела какие-то дела. И вот мой внутренний, вот как чутьё, моя чуйка, да, вот по ощущению, именно вот, ну, помыть там всё это вот по уборке. Я же уже там просто мастер, да. Поэтому вот мне как-то душа легла всё-таки сделать, выбрать этот тач, чем вот этот вот другой, который был, да. Это то, что фасад, да, а столешница нифига не тачу нужна. Что касается столешности, столешница, тач не нужна, а там и тач нет вообще столешницы. Ну, да, между глянцем и не глянцем, между белой и глянцевой я выбрала не белую, а такую текстурную чуть-чуть, да. Ну, то есть я выбрала, ну, как на моё ощущение, которое будет лучше и практичнее и по внешнему виду, и по уборке, и по всему остальному. То есть это как бы не просто так из пальца высосано каприз. Это уже продуманный такой шаг по цвету и по текстуре. Всё. Короче, закончить они должны прям 8-го, типа, августа на мой день рождения. Но я говорю, это же, наверное, не точно прям, да, то есть месяц мы даём, но может быть и раньше. Говорит, да, я говорю, вот было бы классно с мамой, да, если нам сделать раньше моего дня рождения, и тогда можно будет реально отметить день рождения вместе с новосельем. Потому что как раз-таки новоселье я хотела делать тогда, когда я уже уберу все вещи в гардеробную, а у нас и гардеробная, и кухня одновременно, да, и расфасую всё. То есть уже можно приглашать гостей смело и так далее. Может, я уже и кроватку куплю, может, кто-то я ещё останется с ночёвкой, короче. Ну, в общем, ждём. Мы тут решили покушать, и я Деньке купила вот такую вафельку с шоколадом, с клубничкой. Денечка, покажись. Ой, какой красивый мальчик. Ой, 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 посмотри, бабуля. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Оу, ой.